Делегация консульства Китайской Народной Республики посетила Национальный университет Одесская юридическая академия. Главная цель визита – укрепить дружеские и международные отношения, обсудить совместные планы в системе образования. Такие встречи стали уже доброй традицией, а главное, они дают взаимовыгодный результат. Подробнее в сюжете моих коллег. Представители консульства Китайской Народной Республики посетили Национальный университет Одесская юридическая академия. Встреча президента университета Сергея Кивалова и заместителя генерального консула Китая Юйжун Чень – это очередное доказательство того, что украинско-китайские отношения в сфере образования продолжают активно развиваться. Президент высшего учебного заведения отметил, что Китай – это страна больших возможностей и сотрудничества в сфере образования – одно из самых перспективных направлений. Китайскому языку особое внимание уделяется в Международном гуманитарном университете. У нас есть преподаватели, которые на факультете лингвистики и перевода готовят специалистов в области китайского языка. Мы этому придаем огромное значение. В Национальном университете юридической академии учатся граждане Китая, которые со временем получат специальность и психолога, и политолога, и юриспруденции. Я знаю, что наши выпускники сегодня занимают достойные места в Министерстве юстиции Китая, в прокуратуре Китая. Это очень важно. И сегодня мы открыли Международную академическую школу, и я с удовольствием хочу вам сообщить, госпожа консул, что есть дети с первого класса, которые изъявили желание учиться китайскому языку. И нас это очень радует, потому что за этим будущее. Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет на протяжении многих лет собственными примерами укрепляют украино-китайское сотрудничество. Например, в мае 2019 руководством Одесской юридической академии был подписан договор о сотрудничестве между Одесским вузом и издательским альянсом Народного университета в Пекине. А затем на выставке образования были подписаны меморандум о сотрудничестве между Одесской юридической академией, Международным гуманитарным университетом и вузами провинции Цяньси. Тогда делегация более чем 30 ведущих университетов Китайской Народной Республики посетили с визитом и в юрокадемию, и МГУ. «Здесь были действительно многие китайские делегации, особенно полтора года назад в Одессе была выставка образования, и ваше академическое, и гуманитарные университеты тоже приняли участие. Особенно я помню, господин Кивалов, он лично приветствовал китайскую делегацию, китайскую делегацию, я подчеркиваю, потому что сразу же на выставку, тот же раз, приехали многие университеты и институты. Были, ну, примерно 30, по-моему, из провинции Цяньси, и все эти, они были ректоры, проректоры, как руководство из этих вузов. Это тоже показывает тот факт, что дружба между нашими странами, между народами укрепляется и за год, и год. Особенно язык – это же как же мост дружбы между народами, и думаю, что это очень важно. Во-вторых, китайский язык для студентов тоже перспективный, потому что Китай сныне быстро развивается, и многие студенты, с которыми я встречала, я им тоже задала вопрос, почему вам китайский язык более интересен? Он сказал, что китайский язык нам, наверное, это будущее. Отметим, что Центром международного образования и лидером Южного региона по количеству иностранных студентов сегодня является Международный гуманитарный университет. Здесь обучаются студенты из 48 стран мира, приезжающие в Одессу за качественными знаниями. Именно поэтому в 2012 году на факультете лингвистики и перевода открыто одно из самых перспективных отделений – китайский деловой язык, который пользуется большой популярностью у студентов. Китайский язык изучают и студенты колледжа МГУ. Преподавателями являются носители языка, волонтеры из Института Конфуция. Также студенты изучают каллиграфию, что помогает лучше понять культуру и традиции Китая. Студенты МГУ становятся победителями конкурса на лучшее знание китайского делового языка и проходят стажировку в вузах Харбина и Ухане. Также студенты факультета лингвистики и перевода регулярно участвуют в конкурсе «Мост китайского языка», который проводит Институт Конфуция. Особенно то, что касается Одессы, наши студенты показывают хорошее знание китайского языка, побеждают в разных конкурсах на знание китайского языка. В прошлом году наша девочка заняла первое место, и она поехала бесплатно на стажировку на 10 месяцев в Китай. И китайская сторона оплачивает именно эту стажировку. Это здорово. Они будут нести сюда культуру, образование, науку китайскую. Китайский язык хотят изучать не только в университете, но и в школе. Ученики Международной академической школы Одесса тоже проявили желание изучать китайский язык. Сейчас администрация школы в поисках преподавателя. Партнерские отношения с консульством Китайской Народной Республики могут ускорить этот процесс. Изъявили желание изучать китайский язык, изучать китайскую литературу. Я вас официально приглашаю. Если у вас будет возможность прийти и посмотреть, как преподается китайский язык в Международной академической школе. Я лично очень уважаю господина Киванова, потому что он не только что такой известный, популярный политик, но и как же основатель образования, я думаю лично, он всегда обращает большое внимание развитию образования. Это тот факт, что открыта Международная академическая школа Одесса, это тоже факт. Что всегда он делает свой личный вклад для дальнейшего развития образования. И делать свой, все время готов делать свой вклад для дальнейшего развития международного сотрудничества. Особенно в домсестре развития, дальнейшего развития образования. Международное сотрудничество практически по всем направлениям. Наука, образование, культура, спорт. Приоритетная работа для руководства Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Регулярные встречи и постоянный эффективный диалог с представителями дипломатической миссии стран-лидеров на мировой арене. Лучшее тому подтверждение.